Добрый день всем тем, кто подключился на наше информационно-обучающее мероприятие, всем тем, кто посмотрит наше мероприятие в записи. Сегодня у нас тема рейтинг управляющих компаний Самарской области по итогам работы за 2022 год. Уважаемые друзья, напоминаю, что данный рейтинг выходит ежегодно. И это является, скажем так, оценкой деятельности со стороны государственного надзорного органа за деятельностью управляющих компаний. Мы сейчас попытаемся разобраться с вами, какие критерии оценки берет государственная жилищная инспекция, где нам найти этот рейтинг, на какие другие еще обратить внимание, ориентиры по выбору своей управляющей компании. Если быть откровенно объективным, это для вас ориентиры, чтобы вы видели, как ваша управляющая компания работает по разным рейтингам, оценкам. Так вот, если мы зайдем на сайт государственной жилищной инспекции, в поисковике забьем рейтинг управляющих компаний. Нам выдаст вот такая информация за 2021 год, за 2020-2022. Это вот как раз вот оценка. Кликаем сюда, и мы проваливаемся. Вообще, реестр лицензиатов за 2022 год, приказ, где как раз указаны критерии оценки деятельности управляющих компаний, и сама информация о рейтинге. Кликая, вы получите эту информацию. Итак, заходим на сайт государственной жилищной инспекции. Можем поискать сами, но можем в поисковике нажать информацию, либо 20-22, либо рейтинг управляющих компаний. Выйдет нужная вам информация. Рекомендую всем ее посмотреть. Сейчас же я уже скачал приказ, вот, и мы сейчас с ним с вами поработаем. Кто сказать, приказ вообще создан был в 2018 году, и с 2018 года ведется оценка деятельности управляющих компаний, уже как 4 года. Были некие изменения в приказы, было больше критериев, были критерии другие. Сейчас же у нас критериев, насколько я понимаю, у нас 16. Но здесь приказ о том, что внести изменения, внести изменения в приказ, и внести изменения в положение, что является... Итак, вот что особенно интересно в этом рейтинге. Сейчас мы дальше его увидим, и увидим, что он покрашен у нас светофором. Зеленый, желтый, красный. Для удобства использования и понимания, какие баллы набрали управляющие компании, как для управляющих компаний, так и для жителей Самарской области. Итак, оценки отличные, это выше 100 баллов. Хорошо, ниже 100 баллов, но выше 80. Ниже 80. Эта работа удовлетворительна. Вот видите, нету таких оценок, что отрицательно совсем, либо неуд... Ну вот, в принципе, красное – хорошо, удовлетворительно, желтое – хорошо, зеленое – отлично. Ну и приходим как раз мы к приказу, к самому положению, и мы видим как раз с вами те критерии, которые оцениваются в Государственной жилищной инспекции с помощью, ну, скажем так, лиц, участвующих в этом процессе. Это у нас управляющие компании и общественная палата Самарской области. И данный опыт, мне хочется отметить, он применяется регионами, когда жители сами оценивают работу своей управляющей компанией по достаточно простым критериям. Но у меня крепкое мнение о том, что оценку деятельности управляющей компании дают сами собственники. Это те, кто платят деньги по договору управления, и, скажем так, они как получатели услуг в первую очередь знают, надлежащим образом им оказана услуга, либо услуга оказана как минимум так себе, либо она ненадлежащим образом. Итак, процентное соотношение количества обращений. Баллы. 10 баллов при определенных критериях. 4-3 балла. Дальше, критерий номер 2. Процентное соотношение количества административных штрафов наложенной Государственной жилищной инспекции. Также оценивается ГЖИ из Самарской области. Ну, понятно, что здесь, кроме ГЖИ, не может никто оценить. И бальная система. 5 баллов по формулам. Расчет показателей. Как это рассчитывается. Все это можно перепроверить. Дальше. Ну, при том, что у нас здесь еще предоставляют информацию сами управляющие организации. Процентное соотношение предписаний Государственной жилищной инспекции и исполненных управляющих компаний. Ну, если исполнены все, то это высшая оценка 5 баллов. Если не все, то тут уже пошло снижение. Дальше. Количество соотношения грубых нарушений лицензионных требований. Это в части задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями, которые подтверждены либо актом сверки, либо судебным решением. И здесь у нас 10 баллов при задолженности. Либо минус 10 баллов, если по формуле выходит задолженность достаточно высока, и она выпадает сверх той задолженности, которая определена у нас законодательством, налоговым законодательством, что не является просроченной. Текущая задолженность, она не учитывается. Учитывается только просроченная задолженность по акту сверки, либо решением суда. Дальше. Наличие общедомовых приборов учета, коммунальных ресурсов, процент соотношения на общее количество домов. И также оценки, ну а приборены ли наши многоквартирные дома в части потребления коммунальных услуг, общедомовые приборы учета. Конечно, такой вот по мне критерий такой, как бы не имеющий отношения к работе управляющих компаний. Побольше сейчас у нас обязанность РСУ установить общедомовые приборы учета, а уж энергетики должны установить вообще за свой счет. Но будем работать над изменением, над корректировкой рейтинга управляющих компаний. Ни один рейтинг, он никогда не устроит всех участников на 100%. Давайте быть объективным. К любому рейтингу можно задать всегда вопросы. И вот мы уже на протяжении, ну, наверное, более двух лет работаем периодически над его корректировкой. Рабочая группа в общественной палате Самарской области на постоянной основе работает и вносится предложение, в том числе участникам рынка, управляющими компаниями, как государственные жилищные инспекции смотрят, если эту оценку внести в этот приказ и так далее. И так далее. Вот буквально вчера мы разговаривали в общественной палате на круглом столе, посвященном капитальному ремонту, что было бы неплохо в рейтинг управляющих компаний на следующие года, конечно же, внести, а как управляющая компания взаимодействует с фондом капитального ремонта при подготовке к капитальному ремонту. Есть, где управляющие компании взаимодействуют действительно, а есть, когда приходят, ну, для примера, ремонтировать кровлю, а там завален весь чердак, либо еще что-то, но даже жители там не дают доступа в квартиры и так далее, и так далее. Как работа управляющих компаний? Можно подумать над этим критерием. Если у вас, собственники, будут предложения, которые вы считаете необходимым для внесения в рейтинг управляющих компаний, это возможно. На нашу почту 273-33-73-собачка-майл.ру можно присылать предложения, либо по телефону 273-33-73 тоже их сказать устно. Вы считаете, что такое-то, а мы уже бы здесь на рабочей группе бы подумали, это уместно, он дает оценку какой-то работе управляющей компанией, либо нет. Поэтому этот рейтинг открыт, общественная палата в этом направлении работает. Я думаю, что в этом году тоже некие изменения будут, не знаю, какого характера. Посмотрим, поработаем, а там уже будет видно, я думаю, к осеннему периоду. Ну, понятно, что здесь, конечно, вот этот хороший критерий, средний срок обслуживания управления МКД, находящийся в управлении управляющей организацией. Да, понятно, если дом находится достаточно долгий срок в управляющей компании, значит, по большей степени жители работы в управляющей компании как минимум устраивают. И они не поменяли ни форму управления, ни другую управляющую компанию, и у них, в принципе, какие-то взаимоотношения выстроены. И, конечно же, когда дома управляются долгий срок, это является одним из показателей работы управляющей организации. Дальше. Участие управляющих организаций в конкурсе «Лидер ЖКХ». И здесь стоит отметить достаточно высокие критерии по участию в данном конкурсе. Итак, данный конкурс, скажу тоже про него, конкурс организуется государственной жилищной инспекцией. Насколько я помню, уже там к концу июля, в августе месяце, начнут собираться заявки на участие в этот конкурс от управляющих компаний по лучшим практикам работы за прошедший год. И здесь управляющие компании, которые работают профессионально, добросовестно, которыми есть поделиться какой-то интересной практикой по благоустройству, по капитальному ремонту, проведенному одним из их МКД в управлении, либо текущий ремонт. Очень много разных практик предоставлялось. И вот здесь, я так понимаю, что самые лидеры управляющей компании, они участвуют, популяризируют свои практики, ну, скажем так, на регулярной основе. А многие управляющие компании, ну, либо популяризировать нечего, либо вообще не могут подать заявку, а иногда поступают звонки в мой адрес, они и срок-то пропустили подачи заявки. Невнимательные. Есть такое. Это, опять же, говорит о том, что управляющие компании, ну, если здесь невнимательно, когда это их оценивают, и это популяризируется официально, там, и практически каждый житель Самарской области будет знать о показателях своей управляющей компании, но я не знаю, как можно так к директору УК относиться. Здесь нужно работать по всем направлениям, и в проектной деятельности участвовать, и в других проектах социальных, и их много у нас на территории Самарской области, и люди получают благо для своих придомовых участков и для своего многоквартирного дома. Ну, в общем, если проспала управляющая компания, она получает здесь ноль, а те компании, которые приняли участие, популяризируют свои лучшие практики, которые потом применяются на других многоквартирных домах, ну, они попали, я так понимаю, они находятся более высоко. Ну, 15 баллов, потому что это весомый показатель. Мы потом сейчас придем к рейтингу, это достаточно серьезно, и я здесь полностью согласен с Государственной жилищной инспекцией относительно тех баллов, которые здесь указаны. 15 баллов, да, может быть, мы в какой-то год немножко снизим, а может быть, и наоборот повысим рабочие группы, и попросим Государственную жилищную инспекцию именно так отреагировать. Но в оценках бальная, высокая, значит, управляющим компаниям нужно брать во внимание данный критерий. Это не значит, что другие нужно оставлять совсем без внимания. Наличие у сотрудников управляющей организации квалификационных аттестатов. Мы знаем, что для получения лицензии у нас нужен один квалификационный аттестат на директора. А вообще вот, ну, мы понимаем, что у нас законодательно нету требований к кадровому составу управляющей компании. Да, понятно, они должны работать, те люди, которые работают на высоте, на кровле, они должны иметь определенные допуски, проходить обучение, работы на высоте, работы там с сложным оборудованием и так далее. Но определенных таких вот внешних требований к образованию сотрудников нет. И здесь вот есть одна зацепка, как эту историю поднимать, как все-таки обратить внимание, что все-таки чем больше образованных людей в штате управляющей компании, тем она работает лучше. Они более компетентны, они принимают решения, которые менее финансово затратные, но делают, ну, скажем так, выполняют те же функции. Так вот, если управляющая компания этим заинтересован директор, и многие так и поступили, направив всех своих сотрудников, ну, хотя бы там среднего персонала, а некоторые вообще практически всех своих сотрудников направили на сдачу этого экзамена. Те, кто сдал, получили премию, те, кто не сдал, депримировались. Есть такая практика. И вот здесь у нас критерий, если более двух, то пять баллов. Здесь я считаю, что, наверное, стоит повышать количество выше двух, может быть, три, а может быть, даже и пять наличие квалификационных аттестатов управляющей компанией. Нужно повышать грамотность сотрудников управляющей компании. Это первое. Потому что пройти данный экзамен не совсем просто. К нему нужно готовиться. И там основные такие вопросы. Кстати, любой из вас может подготовиться на сдачу этого квалификационного аттестата. Даже он там не работает, если в отрасли ЖКХ. Есть открытые источники. Вопросы находятся на сайте Министерства строительства Российской Федерации. Там 200 вопросов, на которые вы можете, в принципе, поотвечать и поймете эти вопросы. А потом пойти и сдать экзамены. Это все бесплатно. Но вы уже будете являться таким, скажем так, достаточно профессиональным специалистом в сфере управления МКД. Конечно, не высшее образование и не средний какой-то специальный, но все-таки. Эффективность подготовки управляющей компании к зимнему периоду, к ОЗП. Это важный момент. Если управляющая компания все своевременно делает, она уже должна делать после того, как закончился отопительный период 22-23, готовиться к отопительному периоду сейчас уже 23-24. Это осмотры вместе с собственниками. И сроку ли подготавливается управляющая компания. А мы знаем, что у нас в августе они должны быть все готовы. Первому сентябрю должны уже быть документы в государственной информационной системе и в системе электронной ЖКХ о подготовке к ОЗП. Вот здесь вот государственная жилищная инспекция тоже считает правильно. Одна из основных функций работы управляющей компании. Дом подготовить к зимнему периоду. Самый сложный период в управлении многоквартирного дома. Начиная от кровли, заканчивая оборудованием, все задвижки в случае аварийной ситуации должны быть исправны, чтобы можно было блокировать там по, скажем так, подачу какого-либо ресурса. Не сразу на весь дом отключать, а можно отключать, хотя бы было частями. Ну, аварийные ситуации у нас, к сожалению, бывают. И, наверное, исключить их совсем на 100% просто, наверное, невозможно. Пока на данный момент. Я думаю, что с учетом новых материалов и хорошего, грамотного подхода это все-таки возможно. Но аварийность – это форс-мажор и так называемая неизбежность. Она все-таки есть усталость материалов и так далее, и так далее, и так далее. Доля МКД, находящаяся в управлении О, в которых созданы советы МКД. И вот здесь вот, по моему мнению, дом без совета МКД, что управляющей компанией, добросовестной, профессиональной, сложно работать с этим домом. Только недобросовестный указ легко работать с теми, где нет вообще совета МКД, такого органа коллегиального, от собственников, который смотрит за работой указ, скажем так, приглядывает. Имеет определенные функции, согласно 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. Если этого нет, это очень грустно. И собственники, которые, может быть, посмотрят наше мероприятие, нужно задуматься по этому. Если вы обращаете внимание, что ваш дом, ну, немножко, что-то как-то совсем он не обслуживается, нет внимания от УК, один, а вы подумайте, а есть ли вообще у вас органы управления. И берите, если есть такая возможность и силы ввести ваш дом, ну, обращайтесь там, ЖКХ-контроль, мы вам поможем в этом вопросе. Как действовать? Смотрите наше обучающее мероприятие, и вам будет легче. Ну, это дом, это наш. Если мы на него будем, ну, извините, только спать, приходите, и совсем не обращать внимания, что творится, но нам как минимум либо кирпич сверху уже что-то прилетит. Извините за такой вот страшный каламбур. Но действительно это так. Это наш дом, и мы на него должны обращать внимание. И управляющую компанию мы только нанимаем для работы по нашему дому, чтобы дом наш был своевременно обслужен. Дальше я хотел сказать о том опыте, который устоял и хорошо спопуляризировался по всей Российской Федерации. И сейчас есть даже такие задумки на уровне Федерации сделать, скажем так, единый рейтинг управляющих компаний, единый критерий оценки. Не знаю, будет ли это хорошо. Не всегда унификация с учетом наших внутренних особенностей каждого региона, она хороша. Россия страна большая и хоть и проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства хватает в каждом регионе, но все-таки проблематика, она порой бывает немножко разной. Даже чувствуется это и в наших муниципалитетах у всех, у жителей разные вопросы касаемые сферы жилищно-коммунального хозяйства. Итак, вот оценка изменений в состоянии дома в результате деятельности управляющих компаний, это вот та работа, когда общественные палаты направлялись анкеты в общественные палаты городов малых, в общественные советы муниципалитетов, на сайте ЖКХ контроль можно было сделать эту оценку. Вот эти пять критериев. Дальше у нас оценка взаимодействия управляющей компанией советом МКД. Как реагировать на обращение от совета МКД? Оперативно, да классно, значит оценка пять, либо четыре. А если взяли, сказали да, да забыли, то-то, конечно, оценка кол. А может быть даже ноль, потому что ноль тоже является оценкой по этому критерию и несет минусовые показатели. Оценка работы управляющей организации по выполнению перечневых услуг и работ по ремонту общего имущества. Это тоже то, что должно быть. Это утвержденный план текущего ремонта и его выполнение. Эта работа должна проводиться вместе с собственниками. Тем самым вот эти пять критериев, они такие взаимодействия жителей с управляющей компанией. Вот самая важная история. Представление управляющей компании отчетности. Мы хотим видеть понятную, прозрачную отчетность, на что потрачены наши деньги. Да, мы порой действительно не видим работы управляющей компании, но это не всегда значит, что ее не было. Но мы не полезем в подвал каждый раз проверять и у нас доступа нет туда, скажем, и определенные должны быть доступа, не дай бог, как труба рванет с горячей трубой и будет ошпариться человек, активист. Но мы должны понимать, что они там в подвале копаются и делают, но все-таки они на приемку работы членов совета должны принять, когда позвать, показать, вот мы СМЕ туда дать, калькуляцию наконец, потом на подписание акта выполненных работ пригласить членов совета. Но здесь многие моменты, которые собственники тоже должны в доме сделать сами, на решение принять определенные на общих собраниях. И мы не об этом неоднократно говорили на наших информационно обучающих мероприятиях. Потом рекомендую вам обновить информацию, посмотреть, чтобы качественно работать с УК. И совету МКД нужно дать полномочия, и можно некоторые передать от общего собрания. Это более мобильно оперативно. Ну, оперативность исполнения заявок управляющей организации. Это в том числе работа аварийной диспетчерской службы, как она быстро реагирует на ваши заявки, на ваши, может быть, аварийные ситуации, которые случались в доме. И вот наличие УА на ПОС. Это у нас сейчас новый критерий, критерий, который ЦУРом Самарской области совместно оценивается. Это центр, куда стекаются все проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отчасти, которые обращения поступили от жителей. Вот как работает в ЦУРе управляющая компания. зарегистрирована ли она там, вот еще даже момент, вот тогда здесь либо 10 баллов, либо нет. Вот сам рейтинг управляющих компаний, который мы сейчас с вами дальше посмотрим. Вот 16 критериев, которые по работе за 2022 год оценивалась работа управляющей компании. Но к этому хочу дометиться. До перехода к рейтингу вот эти пять критериев общественной палаты Самарской области вы можете найти следующим образом. Вот прямо с вами сейчас заходим. Здесь мы забиваем общественное. Вот у меня вышла общественная палата Самарской области. Заходим на официальный сайт. Наш коллега здесь, к сожалению, ушел очень хороший человек, но это уже немножко сейчас другая. И вот здесь в правом углу полезная информация для граждан. Кликаем сюда на этот баннер. И здесь настольная книга, опять же новая, которая вышла. И вот оценка жителями эффективности деятельности управляющих организаций. Вот файлик, кликаем вот здесь файлик, выйдет в ордовске, который вы можете посмотреть. Те пять критериев, которые жители Самарской области дали напрямую оценку своей управляющей компанией. Итак, сайт общественной палаты, полезная информация для граждан, баннер справа, и здесь оценка критериев. Итак, я так понимаю, немножко это на экран не вышло. вот сразу сейчас вам здесь тоже показываю, прошу прощения, вот так вот у нас сайт общественной палаты, здесь мы переходим вправо полезной информации для граждан, и вот здесь оценка жителями за 2022 год, и также за 2021 год вы ниже увидите, и здесь вы можете эту информацию подчерпнуть. Итак, открываем опять демонстрацию экрана, открываем рейтинг управляющих компаний. Сейчас, одну секундочку. одну секунду. Итак, мы видим рейтинг управляющих компаний за 2022 год. на первом месте у нас оказалось общество с ограниченной ответственностью жилищных. Не оказалось, прошу прощения, заняло место в количестве МКТ-95, баллы, которые набрали 118. На втором месте компаний Жигулевский град. И дальше у нас, ну назовем еще, конечно же, места в Тольятти управляющей компанией номер один ПЖРТ промышленного района Самара. Домов достаточно много в этих управляющих компаниях 95, 66, 141, 279. И поэтому было достаточно хорошее. БИК 34, Содружество 37, домов 200. Это те компании, которые по баллам набрали ОСЖ, Сигма, КСК города Отрадного, 280 домов на третьем месте, Победа Новый Сервис, УК Жилстро и Эксплуатация, ЖЭУ 158 квартала и Общество с ограниченной ответственностью управляющей компанией. Это город Похвестнево. Вот это те компании, которые я назвал, это находится в зеленой, скажем так, зоне. Их тут мало. И тут 18 или 19 компаний всего лишь. Это те, которые работают однозначно на оценку хорошо. И вот эту историю можно сравнить еще с оценкой деятельности, которая на сайте Общественной палаты Самарской области. Тогда появляется более такая картинка о работе управляющих компаний, более, ну скажем так, всесторонние для выбора управляющих компаний. Да, еще нужно обратиться на критерий номер 3 и 4 либо желательно при выборе УК, это членство саморегулированной организации, и сходить на дома и встретиться с председателем совета, где управляется этот дом. Итак, вот у нас теперь пошли желтые бальные системы, количество домов управления, и здесь у нас уже более больше массы, но тоже немного. И вот пошла уже красная зона. Вот знаю работу многих управляющих компаний, как они реагируют на обращения, которые заходят в ЖКХ контроль и достаточно оперативно. Я удивился некоторым присутствием в красной зоне некоторых управляющих компаний. И здесь вот надо понять, это не объективность опять же рейтинга, либо может быть действительно по какому-то критерию, в части, например, не участие в конкурсе, в ЦУРе регистрация, может быть, пропустили эту историю. Хотя конкурс идет уже много-много лет. ЦУР, да, я согласен, он недавно там появился у нас, может быть, как-то тут еще не сориентировались директора УК, но это нужно подключаться. И вот это все УК, которые все находятся в красной зоне. Это вот вся информация по ним, сколько баллов. Набрали, 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 набрали. Это вот здесь уже места немножко как-то так, хоть 58-й, да, с учетом количества лицензиатов, но на них на некоторых местах сидят по 3-5 управляющих компаний. И дальше, 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 и вот у нас вот такая вот история заканчивается. Даже в конце вот хочется посмотреть. Новая Самара очень много, но в конце действительно тут у нас двоечники и по показателям и той оценки и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы резюмировать сегодняшнее мероприятие, это рейтинг управляющих компаний, по большей степени это рейтинг создается для жителей Самарской области. Да, и, конечно же, добросовестные профессиональные компании, они между собой соревнуются, им хочется занять самые первые места, ну, а некоторым управляющим компаниям, как мы видим, достаточно все равно. Поэтому вот тем, кто все равно, потихонечку нужно с этого рынка, я думаю, уходить, если не хотите работать во благо жителей Самарской области. Не этим критериями, так либо у нас есть два возможности, либо вы не будете исполнять лицензионные требования, либо жители вас просто сами прогонят со своего дома, и вам просто негде будет вести деятельность. Рынок жилищно-коммунального хозяйства в сфере в части управления МКД за последний год поменялся очень серьезно. Появились действительно крепкие профессиональные, не появились, они и были, они, может быть, где-то подкорректировали свою работу, ну, или стали появляться, скажем так, их опыты, которые они популяризируют. И нам действительно стало ясно, что рынок у нас либо есть управляющие компании, которые добросовестно и профессионально относятся к своей работе, а есть те, которые относятся недобросовестно. И, к сожалению, это не только в отрасли ЖКХ, это и в других отраслях наблюдается, это, наверное, человеческий фактор, но есть и люди, которые работают профессионально и добросовестно. А нам, жителей, свой дом пускать нужно только таких, потому что наш дом не только квартирой начинается, а начинается входной группой и даже тем участком благоустройства, который прилегает к нашему многоквартирному дому. И чтобы на нем было приятно пройтись, прогуляться, чтобы было не скользко, чтобы было почищено своевременно, чтобы нам не текла вода сверху на голову и она не там уже на другие коммуникации, не было аварийных ситуаций меньше. И нас, собственников, которые мы в принципе платим деньги за это, на наши обращения реагировали своевременно и качественно, ну такая управляющая компания нужна. поверьте, в таких домах, где такая компания работает и совету спокойно, и они работают уже с перспективой на следующие года, думают, потому что текущее все выполняется потихонечку в рамках там погоды, когда это нужно выполнить и так далее, и так далее, и так далее. Когда работают профессионалы, то в принципе за профессионалами так надо приглядывать, ну и особо-то здесь-то и не надо, если работают профессиональные люди. Обращаем внимание на рейтинг пока. смотрим на него, смотрим на работу своей управляющей компании, отсылки руководителя ОК о том, что да там это все ерунда, я считаю неуместными. Сразу же стоит сказать руководителю, что мы хотели бы вас видеть вверху, и вам нужно стараться для этого. Так вот, ждем от вас предложений. если вы хотите что-то изменить по этому рейтингу, потому что такая работа будет вестись, именно может быть в анкетах что-то поменять, может быть какой-то критерий более серьезный. Также от управляющей компании, которая посмотрит наше мероприятие, мы ждем предложений. тогда я думаю мы будем стараться все более и более на 100% сделать объективным рейтинг. Хотя мне в целом рейтинг на хорошо понравился. Есть немножко моменты, которые стоит доработать, но в целом оценка хорошо, но при этой оценке хорошо в красной зоне оказалось очень много управляющих компаний, и здесь нехорошо. Нужно учесть эти нюансы и поработать каждому в своем направлении. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто подключился, тем, кто посмотрит наше мероприятие в записи. До новых встреч, будьте здоровы, до свидания.